МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадою компании Гомель, у студии Наталья Игнаценко, доброй ранецы. Другого красавика означается День единания народа у Беларуси и России. С этой нагоды сегодня делегация Гомельской области отправится в Бранскую область, где примет дел в урочистостях. Простовники органов УЛАДы, миротворческих ветеранских организаций, а так само творческие коллективы из нашего региона, наведают Красногорский район. В программе, в складанне кветок до воинских пахований, в сустрече в установах адукации, а так само святочный концерт. Первого красавика делегация Гомельской области плануя наведать так само и Злынковский район Бранской области. Сельская господарка на протягу апошних годов застаётся одной из самых травмонебеспечных галин. Не в апошнюю чаргу, по этой причине, перед початком массовых полевых работ, в районах Гомельской области проходят семинары с героевниками предприемства и организаций. Якими думками обмениваются и худельники, и яким чином плануется знизить колькость несчастных выпадков на вытворчасти, потекавился Алексей Нсерову. Як чекается, празд неколький тён на палетках Гомельской области разгорнутся массовые полевые работы. По отсутности, починается новый сельско-господарчий год. Почас ЭКОГА важно не только отримать добрый урожай, а и заховать здоровье працующих. У ходе работы мобильных групп летость только у Гомельском районе выявлено омаль 2,5 тысячи порушений упрационного законодавства и больше 40% узых у сельско-господарцы. При этом, пачас кожной проверки, в среднем, означается по 16 недохопов. Это крыхло меньше, чем годом ранее, а лео все ровно шмат. Тем больше, что три порушения завершились трагично, работники отримали тяжкие травмы. В 66% это нарушения именно потерпевшими требования инструкции по охране труда. Поэтому райисполком ввезет свою задачу подходить системно к обучению руководителей организации, ответственных за охрану труда в организациях, держать на постоянном контроле соблюдение именно инструкций по охране труда самими работниками. До речи, на думку ужма таких керовников у сельско-господарших предприемцев, сегодня необходимо изменить методы работы мобильных групп. Проверки повинны первотвориться за элементарного пошуку недохопов у своей соблевую учебу местных специалистов. У речи, в складе таких групп сопроводные профессионалы и их парады на конкретных прикладах, да помогли бы одразу ликвидовать истнуючие недопроцовки. Тем больше, что сирот причин несчастных выпадков у сельско-господарцы, так званый человеческий фактор, по ранейшим застается основным. Навод, коли уся техника процовья идеальна, усе ровно знойдится некто, кто поспробует порушить правилы. Некольких годов такая недбайность на Гомичине приводила у основным до выпадков тяжкого травматизму. И эта статистика изменилась кардинально. Полова зарегистрованных смиротных выпадков на вытворчестве у сельско-господарцы. Сёль-то покой усяго один загинувший работник Галины, а лишь и массовые работы только починаются. А тому у гэты дни во всех районах в области проходят месячники по хове праце, задача, яких не просто завернуть увагу на истинующие недохопы, а ле и донести до кожного сдавался простую истину. Правилы по хове праце не обходны не только ведать, а ле и выконывать. На 1 марта у нас в области не допущен рост со смертельным и тяжелым исходом в сельском хозяйстве. Мы имеем по сравнению с прошлым годом снижение. Но, тем не менее, это не дает нам оснований для того, чтобы совсем успокоиться. Проблем сегодня достаточно. Олег Синчуров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». На территории Гомельской области зараз проводится комплекс мероприемства под назвой «Мотоциклист». Особливую увагу супрационники ДАИ надают грубым порушениям правилам дорожного руху. До их уприватности относят знаходжение водителя за рулем у нетверозом стане. Управление мотоциклом немаючина гэта правоу. За 2015 год в области зуделом мотоциклистов отбылося 51 дорожно-транспортное здаренье. У их вынеку 5 человек загинули и 42 отримали травмы розной ступени тяжкости. 13 водителя у намомантовары были у нетверозом стане. Со стороны госинспекции будут проводиться отработки гаражных кооперативов в сельской местности на предмет выявления незареистрированных мотоциклов, мопедов, которые в установленном порядке не прошли. Государственный технический осмотр незареистрированы и, соответственно, участвуют в дорожном движении. Зараз на штрафстоянце ДАИ знаходится каляста мотоциклов, які были конфискованы по гэтых причинах. Студенты Белорусского державного университета транспорту стали переможцами областного этапу конкурсу «Студенты. Беспека. Будучиня». Яны показали найлепшие веды по основах беспеки, житседейности, оказание первой допомоги потерпелым у надзвычайных ситуациях. Катярвина Сапельникова «Протягне». У делу конкурсе приняли представники пяти высшайших научальных установ города. Студенты споборничали у выконании творчих, практичных и теоретичных заданий. Самыми отказными и хвалюющими были выпробования колодяж и ДТЗ. В первом, по легенде, человек провалился у колодяж, и студенты оперативно его ротовали. В другом отбылась авария, есть потерпелые. В тот же час отбывается узгорание до речи соправдное. А про специальную форму найти у делников ДТЗ, оказать им первую допомогу, все это нужно было выконать в ответственный час. Правильность надевания боевой одежды, оказание первой медицинской помощи, четкая правильность действий, порядок этих действий, а также тушение пожара. По этих критериях, а так само по выниках теоретичного и творческого конкурса, переможцами стали представники Белдута. Дареши лидерства ГТВНО утримливает третий год запор. Команда представить Гомельщину на республиканском этапе конкурсу «Студенты безопасности будущего», который пройдет в Саковике. Эти конкурсы я очень люблю, потому что когда ты в этом участвовал, ты уже не можешь сюда не прийти еще раз. Это реально влюбляешься. Ты говоришь, один раз на всю жизнь. Другую приступку пьедестала заняла команда Гомельского Державного медицинского университета, третью ГДТУ имя Сухого. Катерина Сапельникова, Игорь Маришченко, телерадиокампанія Гомель. Протягиваем выпуск. Гомельский Державный театр Лялик рыхтует новую постановку. Премьера спектакля «Коли я стану в облаком» запланована на 7-го красавика. Наши корреспонденты зазирнули за кулисы. Артисты пранаются у костюмы и рыхтуются до выхода на сцену. До сдачи спектакля еще больше как титинь. Готого часу кажуть хопить, кабдавести постановку, калі не до ідеалу, то ваусялякім разі зробіць цікавый для глядача. Калі я стану в облаком сценишны варіант оповіці польськага письменніка Януша Корчака «Кароль Матюш Перші». Гэта расказ об децях, які загинули у нацистських канцлагерах. Правда, з улікам узросту аудиторії некіх страшных моментов не буде. Але калі хоч ніхто задумається, то вже добре. Этот спектакль позиціонірується як для подростків, скажімо так, 10 плюс. І для них, я не считаю, що це складно, вони должны це знати. І потім це облечено в якого-то художеційну форму, це ж не носить якийсь лікціонний характер. Поєтому я думаю, що все буде нормально. Я не считаю, що з дітьми треба сюсюкати в искусстві в тому числі. На нову постановку сюня працює увесь колікты у лялічного театра. У тим же швійным цеху, наприклад, на костюму використали каля 40 метров матеріалу. Шыць для артистів кажуть не вельмі складана, але улішиваць някіе заувагі приходяться. У бутафорській групі своє задачі. Реквізіт павінен не просто адповідаць темі спектакля, але й выглядаць привабна. Калі меркаваць па професійній подрыхтовці спеціалістів, тут готовы виробляць декорацій любой складанності, але пакуль реалізаваць усі ідеї, у театрі лялік не можуть. Установа размішана у былым палацю культуры. Глядзельная зал знаходзіцца на другім паверсі, а тому змонсіроваць пад юю некі технічні конструкції просто немагчыма. Правда, у адміністрацій спадзіюцца, і гэтая проблема с шасым выршацца. Театральний зал має бути на першому этажі, має бути колоснікова група, має бути міжна механізація сцени. Зробити це, к сожалению, в наших условіх невозможно. Ми сподіваємося, що коли кризис буде достатньо средств, ми планируємо робити реконструкцію нашого здання з пристройки к нему театрального зала. Олег Шенцюров, Ольга Коновалова, Євген Мак'єнка, телерадокампанія «Гоміль». Размова об репертуарной політиці в ініках роботи і планах Гомільського державного театра «Лялік» подзесені у черговой програмі «Діялог». Гостім студий стане директор театра Дмитрий Гарелік. Програма вийде у ефір одночасова на телеканалах «Беларусь-3» і «Беларусь-4» о 18.01.45 хвілін. Своє питання ви можете адресовать гостю програмы по номері телефона У Гомілі завершився доброчинный марафон «От дня добра до дня счастья», організованный Гомільськой обласной бібліотекой ім'я Ленина, як уголонай задачей було оказаць допомогу хворым дзетям. Добрую ініціативу подхапілі дзісяткі гомільчан. У протяг темы репортаж Ганны Ковалёвой. Супрацовнікі обласной бібліотекі разом з навучэнцями дзіцячай школа мастацтва у номер 5 Гомілі з подарунками і міні-концертом побывалі у Горадськім Центрі коррекційно-развіваючих навучання і реабілітації. Гэта візіт став кропкой доброчинного марафону під назвою «От дня добра до дня счастья», який довжився цілу місяць, і він з'являвся часткой буйного младзёжного проєкта обласной бібліотекі «Покалі немы». За нікалькі тыднів марафону організаторы акцій поспіли протягнути до доброй справы десятки гамельчан. «Приходили мамы з дітьми, приходили пенсіонеры, приходили семейні пари. Изначально ми планировали собирати стільки канцелярські принадлежності, для того, щоб діти могли займатися, развиватися, рисувати, ліпити з пластилина. Але участники акції немножко расширили ці границі і приносили і грушки, і якісь сладості». Собране речо волонтёры передали вахованцам центра. Даречо, що місяць реабілітацію тут проходять можливостями психофізичного розвиття. Организаторы подрахтовали подарунки для кожного, а яшші дітей порадовали музичні композиції і яркі малюнки з пожаданнями. «Мог сделать рисунки любой желающий, і вот конкретно вот эти рисунки рисували студентам Гомельського университету Франциска Скорене. І всі желающі, всі, хто приходил, видел нашу просьбу на сайте, вот приходил і рисував, писав». «Музыкальна терапія – це дуже велике дзела. Наші дзі, када слючат музіку, вони улыбаються, ліцеї хазаряються, вони становяться спокійні, були уравновішені. І це, конечно, большой плюс для нас. І це є щастя для нас». Ганна Ковалєва, Максим Славін, телерадиокампанія «Гомель». Тым часом у регіоні протягується кастинг-гудельніка у конкурсу «Юная телезорка». Яго проводзіць телерадиокампанія «Гомель» сумісно з управлінням аддукації Абл-Канкама. Доволі насыщенними отримались отборочні туры у Добружськім і Совєцькім районі обласного центра. Діти здивили неординарним подуходом до выступленью і творчими здольностями. С подробязностями Александр Гамоля. «Кастирок по гороскопу, упорство, линія моя. Учусь я в дзеревне под названием «Карма». Здесь жили мои прадеды, живу сегодня я. Вот моя дзеревня, вот мой дом родной, где проживаю я со всей большой семьей». Цудовный вокал, добровывученная верши, оригинальные визитные картки. У Добрской гимназії номер 2 де отбывся Кастаных было несумно. 11 удельников постаралися уразить журы. «Это все-таки цивизионный конкурс, поэтому здесь нужна и картинка, и, в общем-то, ну, совокупность три пункта». Головная мета увозити у лік первоможца в конкурсу Мара вести программу на «Телебашине». С этим на кастинг приходят «Амалю все дети». Одразниваются один от одного только якостью, подрыхтолки и разностайностью талентов. «Ну, это как бы мечта с детства. Я всегда мечтал работать на телевидении». «Я хочу, наверное, вести передачу какую-то про свой возраст, чтобы делиться проблемами, обсуждать их и какие-то находить решения». «Не знаю, мне это с рождения очень нравится. Я люблю сниматься на камерах, люблю ездить по разным конкурсам, и это мне очень-очень нравится». В советском районе областного центра на угол был поставлен рекорд по колькости конкурсанту. 26 талиновитых ребят выказали жадания по уделению кастинга и скоростать шанс стать телезоркой. «Вдохновила меня программа «Орел и Решка». Это моя мечта быть ведущей данной программы. Вот именно поэтому, наверное. А также я люблю публику и люблю выступать на сцене, поэтому почему нет? «Самое главное не теряться и отвечать правильно на вопросы». «Почему ты хочешь стать телезоркой?» «Потому что мне нравится, как они работают на камеру, их везде практически известно, ну и потому что их показывают по телевизору». Региональный проект «Юная телезорка» – это шанс отримать опыт публичного выступления и работы у эфира телебачения. По выниках трех основных этапов конкурса будут вызначены лепшие ведущие у двух взрослых категориях хлопчики и девчинки от 10 до 12 и от 13 до 15 годов. А главный приз – контракт на ведение детячей программы. Удельники Кастанга в советском районе Гомеля своим жаданием и яскравыми выступлениями подтвердили, что яны этого достойны. Сдаётся, это один из самых творческих составов удельников конкурса «Юная телезорка», который проходит в советском районе областного центра. Дети удивили и хореографией, и вокалом, и актерским майстерством, и промоуницкими сдольностями. Александр Гамоля, Леонгин Макеенко, телерадиокампания «Гомель». И гэта буапошний сюжет выпуску. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых сустреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин